Тилерсон заявил, что США вернутся к вопросу Крыма. Вашингтон обвинил Россию в изощренной подрывной деятельности против США. Он ждет, что КНДР даст сигнал о готовности начать подготовку к переговорам. Госсекретар США Рекс Тилерсон заявил, что Вашингтон намерен вернуться к вопросу Крыма, но в приоритете урегулирования ситуации в Донбассе. Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент и будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить. Госсекретар также заявил, что Вашингтон не принимает так называемое российское вторжение на Украину. В свою очередь, глава Международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев отметил, что США следует сосредоточиться на выполнении Минских соглашений Киевом. Хотелось бы быть оптимистом и увидеть в этом заявлении готовность США заморозить свои претензии к России по Крыму и реально вложиться в поиск путей урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. При этом парламентарий считает, что пока для такого оптимизма нет оснований. Как в силу досмысленности сделанного заявления, которое можно считать по-разному, так и в силу отсутствия каких-либо подвижек в американских подходах по Крыму на практике. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер во вторник обвинил Россию в изощренной подрывной деятельности против Соединенных Штатов. «Мы видим угрозу со стороны России, которая включает так называемые приемы ведения войны нового поколения. Это очень изощренные кампании по подрывной деятельности, а также дезинформации и пропаганде с использованием киберсредств, работающих в разных доминах, которые пытаются разделить сообщества нашей нации, стравить их с друг с другом и вызвать кризис доверия». Комментируя эти слова, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что США изначально были жесткие в отношении России и ввели целый ряд санкций. Также Сандерс сообщила, что Макмастер, цитата, «определенно тот человек, который знает и понимает чувства президента и наши отношения с зарубежными партнерами». Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелдман с 5 по 9 декабря посетил КНДР по приглашению властей страны, переданному еще в сентябре. В Пхеньяне он встретился с министром иностранных дел Северной Кореи Ли Йен Хо и заместителем министра Пак Мен Гуком. Твой визит Фелдман оценил как конструктивный и продуктивный. При этом, по его словам, стороны согласились, что визит был только началом, а диалог должен быть продолжен. «Мы сказали официальным лицам КНДР, что мы действительно считаем, они должны подать сигнал о том, что сейчас они готовы пойти другим путем, начать некую подготовку, начать обсуждать переговоры». Кроме того, Фелдман сообщил, что власти Северной Кореи считают важным предотвратить войну на полуострове. Он отметил, что дискуссии по этому вопросу длились более 15 часов.